Короче, для тех, кто не знает, я купила дешёвый билет до Бангкока за 11 тысяч аэрофлотом. Это капец как дёшево и это нереально. И я боюсь, что что-то пойдёт сейчас не так. Вылет у нас в 9 часов вечера, регистрация уже открыта, время где-то 4 часа. Я приехала на 4 с половиной часа раньше. И вот, надеюсь, что сейчас всё будет норм. Сейчас пойдём, будем проходить регистрацию. Просто я боялась, что вдруг мошенники меня надули с этим билетом. Но я проверила своё бронирование через аэрофлот, оно там должно быть. Я позвонила девчонкам, они сказали, всё норм, ваш билет действующий. Но сейчас вот я приехала в Москву, начала, хотела пройти онлайн-регистрацию. Написано, что ваш билет к онлайн-регистрации не допущен, только на стойке. Не знаю, в чём подвох, в чём подвох. Очень боюсь, что какая-нибудь хрень сейчас вылезет. Столько народу, все летят. Через китайские авиалинии, Air China летали. И вот это, через эту авиакомпанию тоже летали. Нам нужен аэрофлотик. Так, ребят, прикиньте, всё, получила я свой посадочный билет. Никакого обмана тут не было. Всё, чики-пуки. У меня даже не спросили обратный билет, ничего такого. Просто отдала паспорт, вручили билет, и вот я уже прошла все проверки. И иду в бизнес-зал. Надеюсь, там будут места. Так, всё, прошли. Я уж там не стала ходить, снимать стрёмно. Народу до хрена в бизнес-займозелочи ходили. Две ножки. Салат капустный. Там ещё супы и всякие были вон напитки. Всё, идём на посадку. Вот что хотела отметить про аэропорт Шереметьево. То, что каждый ресторан здесь как произведение искусства. Но очень красивый аэропорт. У аэрофлота у каждого на сиденье был вот такой конвертик. Дали маску для сна, тапочки, перуши и бальзам для губи. Мелочи, а приятно. Маску я, кстати, с собой забрала. Бальзам тоже. Всё, это мы уже приземляемся в Бангкоке. Я, как дикошарая, сижу, записываю это на видео. Так интересненько. Знаете, что забыла сказать? План-то у меня как такового нет. Вообще, мне нужно ехать на крабе. Но я не знаю, когда я туда попаду. Первым делом, наверное, поедем на автовокзал на Южный, который в Бангкоке находится. Посмотрим, есть ли там автобусы на ближайшие даты. Если нет, то полетим в воскресенье на крабе. А эти четыре дня побудем здесь, в Бангкоке. В общем, симку, которую я покупала в октябре, когда в сентябре покупала симку. Пользовалась один месяц. Сейчас подошла к девчонкам из этой трушной, трушного сотого оператора. Спросила, работает ли симка. Сказала, да, работает. Подключила 60 гигабайтов на 30 дней за 300 бат. Потому что это где-то тысяча рублей. У меня в загажнике-то было 400 бат. Я думала, сейчас на маршрутку потрачу. А вот 300 бат отдала, осталось 100 бат. Придется, наверное, в аэропорту менять. Я-то не хотела так. Я думала, в обменнике сделаю, по нормальному курсу. Ну что ж, идем на выход. Я переоделась, кстати. Решила заснять вот здесь, в аэропорту. Видите, можно добраться до Акачанга и до Кокуда. Отсюда можно на Калсан, да, попасть, если не ошибаюсь. Я вообще первый раз так осуществляю в Калсан. 180 бат стоит. И Паттайя 143 бата. На Хуахин еще может поехать. Но нам сюда не надо. Я пока вообще не разберу, что делать дальше. Что это вы тут устроили? А, просто стоят. Я думала, какой-то шоу. А пахнет я. Реально. Вот этот тайландский запах. Роднувкин мой. Обожаю. Я пошла обменивать деньги и поняла, что у меня нет паспорта. Где-то я его оставила. Сейчас пойду искать. Блин, это просто пиздец. Разбудет, если я его не найду. Такая курица, представляете, оставила паспорт в этот, где симки, где я симку себе делала только что. Причем мне там паспорт и не нужен был. И вот всегда думала о том, что каким дебилом нужно быть, чтобы потерять паспорт. Потерять нужно все, что угодно. Но, блин, не паспорт в чужой стране. Курица. Сейчас обменяем деньги. Сядем на метро. Доедем до вокзала. Посмотрим билет на крабе. Если что, сразу купим и переночуем, скорее всего, в Бангкоке. Курс здесь, кстати, за 100 долларов дают, должны дать 3154 батов. Все. Распереживалась бы. Разобраться, кстати, с тайским метро тоже довольно просто. Нажимаем English. Блин, English. Выбираем нужную станцию. Вот мы доехали до Самьот со станции... Сейчас я скажу, как она называется. Вот с 16-й. Просто подходишь, выбираешь. Все. Допустим, вот эту. Все. Он тебе сразу показывает, сколько это будет стоить. Это сколько человек у вас поедет. Двое, например. 82 бата. Вставляем копейки. Вставляем кэшик. Все. Вот сюда все выпадет. Закрываем. Все. Мы доехали до станции, где находится наш автовокзал. Сейчас пойдем пешочком. 25 километров. 25 минут идти. Балдеж происходит на улице. Витамин D. Настроение поднимается. Очень жарко. Так и обгореть можно. Классно. Вон автобус с открытыми окнами. Крэйзи Бас. Хочу его поснимать. Так, я пока еще не знаю, в какую сторону идти. Надо в карту заглянуть. От солнца жалит, а? Класс. Ну, смотрите, красота уже. Чисто случайно мимо проходила. Но я аж тут... Ой, еще дяденьки вон какие-то. Сейчас на 05 поставлю. Я аж туда заходить не буду. Либо я в шортиках, да в майке. В неподобающем виде, грубо говоря. Мягко говоря. Ой. Ребята, сейчас переключу. Я люблю. Я люблю Тайланд. Люблю каждой клеткой своего тела, своей души. Мне здесь нравится все. Запахи эти. Не знаю. Вонючие, приятные. Запах стирального порошка. Запах фруктов. Запах какого-то свежака. Я обожаю. Обожаю. Автобусов на ближайшее время. То есть на сегодня, на завтра нет. Есть на 30 число. Но ехать сутки. Ну, не сутки, где-то 16-17 часов. Там две пересадки должно быть. То есть большой комфортабельный автобус. И там будет пересадка на мини-бас. Вот. Мне так неудобно будет. Поэтому я решила, уж ладно, полечу на самолете. 31-го числа. Вот. Эти 4 дня. 3. 3 дня мы с вами погуляем по Бангкоку. Посмотрим, что к чему. Сейчас забронировала хостел. Нишек люкс. Такое себе. Поэтому заранее подготавливаю себя к ужасу. Скажем так. Села пока в кафе, пока вот все бронировала. Взяла колу. Полупью. Все. Надо телефон подзарядить. Добраться. К посту маленько поснимаю. И пойду гулять. Вот такая обстановочка вокруг царит. Балдеж. Балдеж. Турцет. Балдеж. Добраться. Достаточно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Духотища, наверху работает только вот этот вот вентилятор Кондиционер висит, но его почему-то нельзя включать Он объяснял мне правила, что-то с 6 до 12, что ли, то ли можно, то ли наоборот нельзя его включать В общем, вот этот вот спертый воздух В этой маленькой комнатушке 6 кроватей Из них 2 только свободные И вот этот вот спертый воздух гоняет вентилятор Попробовала поспать Но так прикорнула, чуть-чуть проснулась вся вот душная Пошла умыла децо И сразу же вышла на улицу дышать свежим воздухом Потому что это просто какая-то жесть Хотела оставить ноут в этом Называется-то в ящике для хранения Он мне сказал, иди в 7-11, покупай замок Рюкзак оставила там А все ценные взяла с собой Обувь еще заставила снять вот внизу Босиком поднялись до 4-го этажа Пока поднимались, я же вижу лестницы грязные Там мимо душевых, мимо туалетов проходишь Там вода на полу Кто-то в шлепках ходит, в грязных Кто-то босиком Капец просто Короче, так, начнешь как прийти Посмотри, все такое А я еще, я сумку убрала Там кошелек все самые ценные Под подушку, думаю, еще привязать надо к руке Вот мало ли, блин, буду спать И вытащат, не дай бог Вот это приключение Так, целом на лавне Давайте зайдем в воду Какую-то, на то у меня, наверное, обезвожение После этого холстого началось Птицу, кстати, свою любимую слышу В сентябре, в октябре Когда приезжали, ее почему-то не было Вот она Которая кричит Раскричала, сродненькая Пахнет саваналаваном И аптека тут есть Сейчас я на удаление поставлю Две водички Вот она, водичка Давайте брать Смотрите, как варит на бочке Какой-то храм Тут же он был вещевой рынок Был, потому что он днем был А сейчас уже закрывается Тут, наверное, работает макашница А вон там, вдалеке, посерединке Я вижу вообще какой-то этот Бульварчик Со всякими тоже прилавками Надеюсь, они не будут закрыты Пойдем поглядим Если уличная еда, вообще хорошо будет Смотрите, вот уличная еда Супер Так, такое По 50-40 бат Так, все, они единички снимаются Будут вот Вон рис какой-то По 60 бат Еда По 60, по 40, по 45 бат Так, тут что есть Тут он тоже супец Рис, лапша с уткой Пельмени, вон, вижу, за 80 Пахнет обалденно Тут тоже он готовит Тут уже как ресторанчик Моя песня любимая играет Так, вон, крокодил Вход и 10 бат Коктейль 50 бат Какое-то вообще тусовочное место Ресторанчики все бухают Дофига молодежи Продают вам Всякие зажигалки Я сегодня пока сидела Пилаколу Ко мне тоже И зонт подошли Предложили И зажигалки И эти лотерейные билеты Я сама как лотерейный билет И зажигалка Мне не надо А вот зонтик Кепка, кстати, не помешала бы купить Чтоб кожа головы не сгорала Опа Нью-баланс Бренд О, Найки есть вон Айрмаксы Так, ну вот здесь что еще Вот я хотела сказать Много вот таких вот туристических магазинчиков Вот я сегодня в два заходила Когда хотела купить билет на Крабе Они организовывают вот эти вот автобусы Туры не только на Крабе Но и на Самуи Паттайю, короче Во все стороны Таиланда Смотрите Змея Паук даже есть Личинки И всякая такая Шаурму, видимо, готовят 60 бат стоит Блинчик ротит И вот эти шерим Забыл Блинчики, короче Во фритюре Супер Травой пахнет Тут шмальнул, видимо Так, надо быстрее отсюда пройти Чтобы меня не унесло Нахрен Закат, смотрите Красотулькин Вышла к такому парку С той пешеходной улицы Вон мост Очень красиво Вон там вон Это пагода Так, не курить Алкоголь Не распивай 2000 бат штраф То бишь 6000 рублей Так, сейчас Все, сегодня получился День тюлень Поспала я в этом хостеле Два часа В общем Какая-то усталость Легкая присутствует Ну, естественно У меня же еще перелет Ночной был Завтра придумаем Что-нибудь такое Интересное Уже живенькое Сегодня вот в парке Вот здесь посижу На фоне такого Красивого моста Полюбуясь Он еще вечером Наверное Зажигается Все, до завтра Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok